итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро и мы продолжаем изучать притчи царя соломона сегодня надеюсь мы закончим даже мы закончим сегодня изучать книгу это прямо огромное дело но ее почти год изучаем больше 300 уроков и сегодня заключительный я думаю сегодня заключительный осталось нам последних несколько отрывочков и те кто хотят изучить все что мы изучали могут перейти на сайт воикра там есть все предыдущие уроки а я с божьей помощью начинаю готовить комментарии комментарии начинаю готовить к чтобы выпустить книгу у меня прям мечта в этом году выпустить книгу с божьей помощью двухтомник потому что в один том мне кажется не влезет это получится два тома мишли и будет тогда экклезиаст коэлит уже написал книжку еще два тома мишли будет три тома мудрость царя соломона я думаю что будет очень красиво в каждом доме стоять такая трехтомник мудрость царя соломона хорошо дорогие друзья все мы продолжаем и значит мы дошли до того что доблестную жену последние с 10 отрывка по 31 31 главе царь соломон рассказывает о том какой должна быть доблестная жена и значит доблестная жена должна быть перечислены и и спецификацию сейчас мы закончим последняя самое главное вот пик как бы такая квинтэссенция резюме какой должна быть доблестная жена и говорят мудрецы что это метафора это же притчи что эта метафора не только на женщину но и на мировоззрение потому что для человека для мужчины самая близкая это его жена и от нее зависит счастье его жизни на процентов наверное 80 до какие будут дети какие будут вообще условия жизни что он кушать будет это очень важно говорят что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок это не совсем правда но от жены зависит что он будет кушать и как он будет кушать и здоровье питание нездоровое питание но еще больше зависит у человека от его мировоззрения то человек он же смотрит на мир сквозь фильтр своего мировоззрения сквозь то что стивен кови называет парадигма мышления то есть у каждого из нас внутри вложены такие фильтры и мы воспринимаем окружающий мир вся входящая информация вот эти вот световые звуковые сигналы они входят в они входят в глаза в уши и через кожу да есть пять органов чувств и входит вот такой вот сигнал просто да вот часть я говорю это идет звуковой сигнал и благодаря тому что у всех кто меня сейчас слушает в голове есть такой дешифровщик до такой уже вложена вложен фильтр перевода звуковых колебаний в понятные символы на русском именно языке то вы меня понимаете то есть человек не воспринимает мир окружающий таким какой он есть человек не воспринимает реальность такой какая она есть а человек воспринимает свою картину мира которую он формирует у себя же в мозге в интеллекте с помощью фильтров своего мировоззрения так это и называется поэтому доблестная жена это не только женщина рядом но это еще и мировоззрение как эту женщину воспринимать потому что для мужчины например да я недавно совсем изучил одну книгу такая именно научная книга в чем отличие мышления мозга женщины от мужчины да есть есть конкретное отличие и когда у меня появилось это понимание я стал совершенно по-другому воспринимать действия женщин вокруг меня потому что у меня появилась вот такая как знаете как фильтр из знания фильтр из знаний из научных исследований как надо воспринимать что это значит да такая как расшифровка понятно да идея хорошо двигаемся дальше двигаемся дальше и так говорит нам царь соломон значит вот она значит наблюдает за всем своем доме и хлеб олени не ест это был двадцать седьмого отрывок и отсюда мы поняли с двадцать седьмого отрывка что все-таки доблестная жена женщина это основа дома то есть женщина это фундамент дома и сущность женщины на протяжении всей истории человечества до вот вся история человечества это было держать дом то есть воспитывать детей держать дом ну кто это может сделать женщина родила детей она этих детей знает она этих детей понимает она с ними там девять месяцев и к себе носила она прямо приспособлена чтобы с ними коммуницировать у женщин вы знаете у женщин лучше память чем у мужчин прям вот я вам один только факт дам из этой книги которая прочитала значит это было огромное исследование огромная выборка тысячи людей тысячи людей и значит в начале мужчин запускали в комнату в комнате было очень много предметов и 20 минут мужчины сидели в этой комнате ждали им не говорили зачем их туда в комнату посадили просто они сидели и ждали значит потом они выходили из этой комнаты но они сидят ждут значит что делает мужчина который сидит в комнате и ждет что он делает если у него есть телефон понятно дело он в телефоне тут мужчина от женщины отличается а если телефона нету что делает мужчина не знаю в общем решили ученые узнать что они делают каждый мужчина я не знаю там не было написано что они делали но когда они выходили их спрашивали скажите пожалуйста вот вы сейчас просидели 20 минут в комнате какие предметы вы можете описать какие предметы были в комнате значит мужчины в среднем назвали 7 предметах то есть они за 20 минут сидя в комнате заполнены разными вещами и предметами запомнили 7 предметов в среднем женщины которые сидели в этой же самой комнате те же самые 20 минут когда они выходили в среднем могли повторить 20 предметов в три раза больше в три раза больше ты женщины внимательнее к окружающему миру они замечают больше деталей у них по-другому работает чуть-чуть мышление память теперь говорит нам царь соломон 3000 лет назад он был пророк он это исследование не видел но он был опытный человек во первых у него было 700 джон а во вторых во вторых он от бога получал истину до знания то есть он был как как рентген такой да как лазерный лазерный луч который видел реальность и он нам говорит смотрите значит двадцать восьмого отрывок кому баня ваш ру а балла валера значит если женщина выполняет свою функцию в доме то тогда встанут сыновья и будут ее прославлять маму да потому что она их в общем-то воспитала и балла муж ее в в я лина и он будет тоже прославлять когда поют эту песню перед шаббатом завтра пятница будем петь эту песню то но мужчина и так поют эту песню стоя и все-таки кому баня у нас как раз в моей семье 22 сына у нас и одна дочка и мама значит которая действительно реально воспитала сыновей полностью она в них вложила все свое внимание на протяжении вот полностью все годы я в основном работал работал учился значит опять работал опять учился тренировался работал учился то есть меня жена полностью освободила от домашнего хозяйства от вообще от всего то есть и когда мы эту песню и пою поем каму бане ваш ру а и значит стою сыновья и ее прославляют да балла это я в смысле муж ее валила и он ее тоже прославляет и что они говорят 29 отрывок работ баната сухая много женщин доблестных много женщин преуспели работ баната сухая в ад все на нее так пальцем показывают в и ты а лид аль кулана а ты выше чем они все значит здесь давайте рассмотрим этот отрывок в те годы в те годы в принципе действительно много женщин есть доблестных то есть в на протяжении всех тысяч лет истории человечества были конечно исключения там жанна д'арк до такого у меня в голову жанна д'арк какое еще было исключение которая вот такая там что-то надела революции какие-то единицы в основном женщина это были матери домохозяйки которые которые воспитывали детей и держали дом то есть работ много женщин есть доблестных и в те годы так как женщин с детства обучали как вести домашнее хозяйство то в принципе вот у меня знаю теща моя смотрит мои уроки так она все умеет то есть она умеет все корову пасти там это самое молоко доить все умеет и в принципе раньше возьми любую женщину прошлых поколений наши бабушки например они были просто как а как сказать не терминаторы они были мастера на все руки то есть они могли убирать готовить шить прясть там вот все могли делать вообще все абсолютно могли делать поэтому три тысячи лет пели это этот отрывок 29 отрывок 31 главы и абсолютно в каждом доме все говорили работ банота сухаль много женщин есть доблестных которые все вышеперечисленное то что мы сейчас пели в главе они это делают в ад али таль куляна но ты превзошла их всех значит это не сходится с тем что мы учили раньше в мишле а что мы раньше в мишле учили что что не надо никого не с тем сравнивать не надо никому льстить как можно сказать что ты лучше чем они все это очень странно такое для для царя шлому относительно всему чему нас учил в мишле и до этого в притчах очень слад странное такое вот высказывание что много женщин есть доблестных но ты лучше чем они все особенно если за столом сидят другие женщины это как бы вообще получается не ну что-то не сходится здесь но вот обычно люди так и живут обычно люди так и живут что мы замечаем какой-то пазл и мы как бы кусочек реальности вырываем из общей картины из-за того что мы не видим общую картину очень часто мы не правильно понимаем вот этот кусочек приведу пример как можно неправильно понять кусочек один человек идет по городу такой ушел он из деревни такой деревенский раньше ты историю рассказывает сотни лет назад и один человек приехал из деревни в город и он идет в городе он вообще такого никогда не видел город тогда не было еще не электричество не машин но все равно много людей большие дома и тут он видит в одном месте значит он видит окно он походит к окну смотрит в мужик какой-то с ножом другого режет и он забегает забирает у него нож кричит вызывайте полицию надо спасти и вот этого и тот же убийца он его режет ему говорят ты что вообще делаешь то этот кто с ножом это врач он на его лечит он его не режет ты просто не понимаешь ты не видел что написано там что это клиника ты не понимаешь что если люди врачи которые скальпелями режут и так далее то есть это вот яркий пример когда мы можем неправильно понять кусочек взяв фрагмент мы не видим целую картину теперь здесь то же самое когда мы говорим что много женщин ты сделал доблестными а но ты выше чем они все надо посмотреть следующий отрывок тридцатый и в тридцатом тогда идет объяснение в чем же она выше чем они все то есть много людей которые уделяют внимание этому миру то есть большинство людей 90 я не знаю сколько процентов людей там 99 процентов людей уделяют основу своего внимания все свое время силы они фокусируют на том чтобы улучшить свое положение в этом мире то есть они все время думают вот с утра до вечера как как создать себе лучшие условия жизни в меру своего понимания что такое лучшие условия жизни именно конкретно в этом мире и это называется такой материальный мир общество потребления то есть они не думают о духовности о духовном росте о заповедях о боге о торе то есть об этом думают единицы есть такие люди которые вот они почему-то задумались и они как бы уделяют свое внимание духовности но таких людей единицы единицы и теперь вот здесь как раз и в тридцатом отрывке объясняется чем вот эта доблестная жена выше чем все остальные то есть тех людей женщин которые умеют готовить которые умеют шить которые умеют там по дому все делать их на самом деле раньше было очень много а сейчас просто много и тут есть еще одна такая интересная вещь сейчас это сейчас больше обращается к мужчинам да я говорю сейчас есть целые курсы таких доблестных жен которые но образно да в кавычках которые изучают там женские академии они такие просто спецназ просто женский спецназ женщин сейчас больше чем мужчин женщины более умные быстро они развиваются женщины занимают высокие должности хорошо зарабатывают они занимаются спортом мужчин стало меньше плюс на мужчин идет такая прям идет каток пропаганды что типа мужчины посмотрите вокруг почему только женщины посмотрите друг на друга то есть очень идет прям реальная пропаганда парады гордости хочешь быть модным хочешь быть крутым забудь про женщин посмотри на мужчин и мужчин которые которые мужчины их осталось меньше а знаете как рынок устроен рынок так устроен что чем выше спрос на что-то да тем выше цена и мужчины которые остались мужчинами которые которые но вот просто мужчины нормальные мужчины работают зарабатывают там выглядят нормально как мужчины их стало мало и на них очень высокий спрос и они просто вот такие сейчас все ходят выбирают а женщины умные красивые хорошо зарабатывают они идут в эти школы спецназа женщин чтобы шью готовлю убираю там мастерица на все руки и они как раз пытаются вот этих вот мужчин которые которые в остались в формате в котором мужчины раньше ценились до типа мужчины олдскул сейчас называют ты вообще ты что мужчина и ты не красишься ты типа вообще без этих без манитюра олдскул ты вообще олдскульный ты не вообще какой-то но не современный такой да ты не ходишь в в обтяжечку в таких штанах вообще ну ты вообще устаревший такой да хорошо значит так чему это рассказывал да что увлекся увлекся темой значит давайте вернемся еще раз двадцать девятом отрывке говорится о том что много женщин есть хайль доблестных но ты выше чем они все что имеется ввиду в чем отличие вот этого доблестной жены которой царь соломон мудрейший судей посвятил целую ну то есть конец книги мишли то есть это квинтэссенция всей божественной мудрости в чем ее отличие и вот мы переходим к отличию 30 отрывок он говорит царь соломон шекер ахэн он говорит обманет хэн это миловидность вот такая миловидность значит обман обманет миловидность в эвэль айофи и как пар уходит красота иша и раташем женщина которая боится бога которая бога боязненная у которой есть трепет перед богом и тит алаль вот она и будет прославляема всегда вот этим говорится когда поют песню в пятницу жене поют песню когда говорят что много женщин есть доблестных но ты выше чем они все кому это говорится той женщине которая подготовила шаббат не 100 которая зажгла шаббат не свечи которая сидит с покрытой головой и которая всю свою вот эту красоту религиозные врести и женщины не могут замужней показывать волосы они ходят как бы им не хотелось посмотрите на меня они ходят или в шапках или в париках они не могут показывать свои волосы именно вот в этом она выше чем все то есть есть много женщин которые в этом мире преуспевают но богобоязненных женщин женщин которые духовные женщины как для которых важен бог заповеди и так далее их единицы и вот на этом воспитываются мужчины мальчики которые действительно понимают порядок приоритетах шекера хэн обманет миловидность в эвеля йофи и уйдет как пару ходит красота но женщина иша ирата шем женщина которая богобоязненная и титалаль она будет прославляема всегда и вдумайтесь как царь шлумо как это он сказал три тысячи лет назад и насколько его слова его пророчества насколько это сильно и истина каждый каждую пятницу каждый когда заходит шаббат до начала шаббата начала субботы каждую пятницу три тысячи лет в каждом еврейском доме прославляют прославляют именно это качество в женщинах богобоязненность именно вот этот вот трепет перед богом перед небесами когда ты понимаешь что ты можешь обмануть всех бога ты никогда не обманешь потому что бог всегда с тобой он всегда он как пронизывает да все все мироздание тебя каждая твоя мысль каждое твое действие оно как лазерным лучом просвечивается всевышним и когда ты чувствуешь вот эту свою с ним связь тогда ты не согрешишь и и последний тридцать первый отрывок тридцать первый отрывок притчей говорит нам царь салмон ну да дайте ей мипри яде от плодов киё рук в и алилуа и будут прославлять бешаарим в воротах массы я дела ее будут прославлять всегда 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 на протяжении всей истории пока существует мир в каждую пятницу вечером будут прославлять дела еврейских женщин богобоязненных женщин женщин для которых важно служить богу и делать добрые дела потому что вот смотрите еще интересно до этого муж и сыновья если она выполняет свою функцию только внутри дома то тогда ее прославляют муж и сыновья но если она делает добрые дела если она помогает людям то тогда будут прославлять в воротах в воротах это имеется ввиду все будут знать вот как сейчас это прославляется добрые дела прославляются в воротах имеется ввиду сейчас ворота это instagram прямой эфир facebook прямой эфир это как на сегодняшний день ворота в мир такой да то есть можно сказал одно слово в иерусалиме и сейчас его слышно во всем мире так вот представьте что заканчивать царь салмон свою книгу мишлей отрывком тридцать первый отрывок тридцать первой главы дайте ей не преды дайте от плодов ее рук и будут прославлять в воротах ее дела значит здесь квинтэссенция всего его можно сказать метода всего его его шлома мелко все его системы ну есть три книги которые дошли до нас и вошли в тору и в христианскую библию эти все три книги тоже входят значит царь салмон нам сказал в конце экклезиаста совдавар он сказал в конце концов околь не шма все понятно это латим тира бога бойся митсвата в шмор заповеди его соблюдай тизе коле адам в этом весь человек то есть для этого человек рожден в этом суть человека установить связь с богом и как эта связь проявляется в делах выполнение заповедей все это как бы каэлит экклезиаст это глобальная философия вот зачем жить этот вопрос возникает у многих зачем жить и царь салмон на него отвечает очень просто это ответ всем людям мужчинам женщинам всем значит бога бойся установить связь богом как установить через трепет через страх то есть это самая сильная эмоция у человека в ней больше всего энергии в именно в страхе и если у тебя этот страх ты боишься бога тогда ты не боишься ничего остального то есть страх перед богом он тогда перебивает все остальные страхи у тебя есть ним постоянный контакт но когда у тебя есть контакт с богом он должен выражаться в чем в чем выполнение заповедей бога бойся заповеди его соблюдай в этом еще и для этого человек рожден создан для этого создан весь этот мир для того чтобы человек установил связь с богом теперь как он заканчивает мишлей мишлей притчи это более это скажем так экклезиаст это философия это мировоззрение а притчи это как жить в этом мире что делать как мужчина он более как бы внешний такой да так женщина она она более она управляет этим миром она более материальная теперь что говорит царь сам он в конце мишлей в конце притчи он не говорит ну да дайте ей миприя де то человек в этом мире получает плоды своих рук все что есть сегодня у каждого из нас это плоды рук то что ты делал то ты получаешь дайте ей от плодов ее рук вы и аллилуйя будут прославлять в воротах ее добрые дела для мужчины главное выполнение заповедей для женщины главное ее добрые дела и будет все это прославляется где этот мир этот уровень в которой мы живем материальный мир это уровень работы это не уровень получения награды этот мир создан для того чтобы ты пройдя этот этап физическом теле создал себе одежды для души перешел в следующий уровень все это как на этом базируется вера мировоззрение и так далее то есть это главная часть веры в бога что есть вера в то что есть бессмертие души и когда ты это понимаешь и осознаешь дальше ты должен через действия через действия заповеди божественные создать себе одежду для души все мы закончили книгу мишлей притчи царя сломана слава богу что удостоились вообще пройти это же мы кстати второй раз и проходим и дай бог чтобы мы удостоились не просто ее послушать и понять а чтобы удостоились послушать понять запомнить сделать и выполнить все что бог от каждого из нас хочет я думаю что у каждого есть у каждого есть изначально какая-то его личная миссия его личный пазл в этом мире из действий каждого из нас из выполнения своей части складывается счастье и уровень всего мира поэтому если каждый на своем месте в своей личной борьбе между добром и злом выиграет в этой войне и сделает больше добра то весь мир поднимется на следующий уровень если каждый в своей личной войне между добром и злом проиграет и ступит грубо говоря будет тупить то тогда весь мир будет тоже тупить все будем значит божественный свет запустим вокруг себя все удачи успехов всем и завтра начинаем я думаю мы изучать мишли мы закончили притчи царя салмона завтра начинаем изучать перте вот перте вот это поучение отцов есть такая часть в устной торе и в перте вот собраны если мишли написано 3000 лет назад то перте вот записаны 2000 лет назад по учения отцов и там собрана вот эта же часть тора которая говорит о том как надо действовать это как психология тора как управлять собой своим мышлением своей жизнью то есть это не заповеди в чистом виде это подход это мировоззрение вот мы будем изучать дальше по учения отцов как относиться к себе к миру к людям как эта вся система работает это то что меня больше всего интересует и поэтому мы будем дальше это изучать чтобы мы все в этом хорошо разобрались все удачи успехов всем благополучия здоровья добра счастья в духовном и в материальном все счастлива